Я Владимир Иванович и приветствую вас на своем столярном канале Простая столярно-фрезерная работа ожидает сегодня вас Я буду изготавливать изголовья и внутри будет нарезана шоколадка Шоколадка будет иметь кроволинейную форму Усаживаемся, смотрим, друзья Заготовка имеет длину 1,40 м, ширину 30 см Материал для скорогач, влажность 6%, форма будет кроволинейная, сверху и снизу И внутри, как я сказал, будет нарезана шоколадка Верстний, радиусный и нижний будут отличаться Поэтому надо изготовить, конечно, два шаблона И с помощью такого шаблона обкатать, пройти на фрезере Изготовил половинку шаблона и буду обрабатывать методом переворота Так можно добиться более точного результата Очень обратил внимание на вот эту поверхность Она должна быть идеально ровная, без перепадов Обыкновенной нажатки, с помощью этой нажатки вывел поверхность, чтобы была ровненькая Дальше нарисовал карандашом И теперь на ленточке надо обрезать Использую двусторонний скотч Здесь также разметка присутствует Шаблон изготавливается немного длиннее с запасом Чтобы фреза заходила на шаблон, но не на заготовку И потом лишь проходила Точно так здесь и выход есть Установлена, друзья, шейферная фреза Сверху на этой фрезе установлен копировальный подшип Десять тысяч оборотов Качество обработки великолепное Вот здесь остался заусенец Надо немножко приподнять Конечно, в ручном режиме, друзья, с помощью наждачной бумаги Добиться такой поверхности очень тяжело и сложно Ну, переставляю теперь шаблон с другой стороны И точно так выполняю фрезеровку Заготовка укреплена на рабочий стол Закрепил при помощи самореза Вот я, друзья, и говорил, что Здесь пока не подрезал, оставил место Для того, чтобы саморезом укрепить После того, как обработаю фрезеровку Уже потом обрежу Сделал удлинение заготовки Потому что каретка, чтобы выходила И заходила, чтобы фрезер не наклонился Я буду использовать фрезер Макита Есть у меня такой маленький 0,9-10 Он мелькает очень часто в моих фильмах С этим фрезером идет такой упор На этот упор закрепил небольшой отрезок брусочка Края немножко на наждаке обработал Между штангами поверхность ровная И в этом месте упор касается Криволинейной формы По всей плоскости Легче фрезеровать мне под правую руку Но здесь получается, что Штанг не хватает, скажем так Поэтому надо включить фрезер И с включенным фрезером Профрезеровать заготовку Криволинейной формы Друзья, наверное понятно, что фрезеровка очень тяжелая Если установить дополнительный шланг То, скажем, он будет, наверное, мешать Очень будет сложно Итак, настраиваю фрезер на вторую линию И начинаю фрезеровать вторую линию За кадром шум работает стружкоудаление Вот такой вентилятор самодельный, друзья Есть средства защиты Сейчас я одену Потому что во время фрезерования Очень много пыли И вообще можно сказать, что фрезер является Очень-очень инструментом, который сорит Истинный шум работает Использует восемь Видео Продолжение следует... Шоколадка получилась очень длинной, теперь надо нарезать на кусочки. Сейчас сделаю небольшую каретку, каретка должна упираться и быть прямой угол, потому что фрезеровка будет идти строго перпендикулярно вот этой линии. И шоколадки могут получиться в форме трапеции, где-то будет прямая, где-то в форме трапеции. Нарезка поперечных элементов, все эти элементы я разметил, потому что буду выполнять в ручном режиме, без шаблона. Я думаю здесь критичные ошибки не должно быть. Левая сторона и правая сторона, вот эти расстояния совпали. И теперь самое главное, друзья, вот эта поверхность у нас является базовой. Вот этот отрезок к этой базовой поверхности должен быть всегда под прямым углом. Вот эти линии, которые я буду фрезеровать, они будут с небольшим наклоном. Как я сказал, шоколадка будет иметь форму трапеции. Для того, чтобы сделать каретку, по которой перемещать, я отталкивался первоначально от вот этой детали. Эта деталь является базовой при фрезеровании. Вот так я, друзья, водил, и вот эта поверхность, и вот это, это две базы. То есть они создали вот эту линию. База, база, и вот эта линия. И теперь надо нам отталкиваться, надо именно от вот этой базы. Эта база у нас есть, из вот этой базы нам строить каретку, да, запутанно немножко. Ну и тем не менее, я сделал такой прямой угол. Центральная часть этого прямого угла соответствует вот этому расстоянию. Боковые части немножко убрал, чтобы они не мешали при поворотах. Теперь я прикладываю эту заготовку, прикладываю так, чтобы вот эта база совпадала с этой базой. И в этом положении я буду зажимать струбцинами справа и слева. Да, даже одной струбцины здесь хватит, здесь нагрузка небольшая. Перемещение фрезера, подошвы ограничено верхним и нижним таким уголками. Чтобы на глазок не делать, чтобы вот эти меня тормозили. Все готово. Итак, поочередно начинает проходить. Глубина погружения остается та же самая. Шоколадка нарезал так, чтобы она была. По квадратные. Глубина погружения остается. Шаблон использую один, так более точнее, потому что изготовить симметричный шаблон очень сложно, на это требуется время. Профрезеровал верхнюю часть, вот так смотрится эта деталь, еще не шлифована. Устанавливаю в фрезер V-образную фрезу, укрепляю фрезер на параллельный упор со старой базой. И прохожу на таком расстоянии фрезеровку. В центре до конца оставляю место, потом переворачиваю базу, вначале, чтобы совпали линии, потом эта линия будет расширяться. Точно так до середины дохожу, останавливаю в середине, как буковка X, переплетение. Вот такая работа предстоит выполнить фрезером с помощью упора и с помощью фрезы Димар. Фрезер от упора отодвинулся далеко, друзья, и надо вести поддерживая. Я буду одной рукой держать за упор вот здесь, другой рукой буду держать фрезер с этой стороны, чтобы примерно он находился в одной плоскости. Фрезеровку надо выполнить только за один проход, дважды проходить нельзя. Фрезер надо включить, опустить, зажать упор и в таком положении его двигать. В самом центре будет пересечение двух линий, поэтому я сделал разметку, чтобы не заехать. Буду четырежды проходить до центра с одной стороны, потом за центром. Обязательно с структурами укрепляю, чтобы деталь не уехала. Ну что, друзья, хочется сказать, что такие работы выполняются на одном дыхании. Сейчас я пройду с обратной стороны и потом переверну деталь с этой стороны, еще покажу, как я буду делать. Линии должны сходиться примерно в этом месте. В центре линии прорываю. Так получилось соединение двух линий. Сейчас там доделаю и потом серединку покажу, как буду делать. Подошва на фрезере 110 мм по ширине. Поэтому от линии 55 мм прикрепляю трусок в направляющую. И по этой направляющей буду вести фрезер. Глубину фрезерования я не меняю, она постоянная. Ну и следующий проход точно так. Друзья, ну хочется показать фрезер в работе, потому что недавно выставил фильм. Очень много поступило вопросов от моих подписчиков по поводу столешницы. Что столешница будет пачкаться и будет оставлять след на заготовке. Вот, друзья, я профрезеровал. Видите, карандаши я не шлифовал, специально не убирал. Вообще следов не видно. Друзья, как кино. Да? Как кино. Чистый палец. Чистый палец. Друзья, без шуток. Поверхность меня радует, так что все напасения, которые писали подписчики, оказались напрасными. Столешница может жить. Вот так выглядит готовая деталь моей будущей столярной работы. Длина 1400 мм, максимальная ширина 300 мм. Сегодня, друзья, я познакомил вас, как с помощью нехитрых приспособлений, а именно упора, который идет с фрезером. Добавив небольшую речку, можно профрезеровать длинные криволимейные линии. Как с помощью вот такой каретки, которую можно устанавливать, профрезеровать поперечные линии. Все очень просто. Легко. И все, друзья, получается. В сегодняшних фрезерных работах я использовал фрезер Макита 0910. И использовал две фрезы. Эти фрезы, друзья, часто мелькают. Гравировальная фреза. Она одна единственная в моей мастерской. И V-образная фреза. И с помощью такого нехитрого инструмента я обработал и получил такую поверхность. Сейчас, друзья, фильм затягивается во времени. И я при монтаже, урезая интересные моменты, сдавливая некоторые операции, которые я выполняю. Подписчики надо жалуются, что не надо так делать. Им интересно посмотреть все от начала до конца. Столярная работа, которую вы видите, я сегодня выполняю, я разделил. Как я нарезаю восточный орнамент ручным фрезером. Сегодня, друзья, второй фильм. Вы увидели, как я нарезаю криволинейные формы, криволинейную шоколадку. Это вся будущая моя работа. Конечно, вы все увидите. Интересная работа. Сегодняшняя работа понравилась и автору. Скажу, здесь как-то скромно и аккуратно. Все на месте. Первоначально, друзья, я планировал свою будущую столярную работу украсить резьбой на станке ЧПУ. Я снял даже два фильма. К нам в поселок приехал станок ЧПУ, приехал мастер. Я договорился. Все шло очень хорошо. Даже, наверное, чересчур хорошо. Так как вы увидели, друзья, что работа я выполнил руками, значит, получился полный облом. Для того, чтобы написать управляющую программу, мастер сказал, потребуется от трех дней плотных до пяти-шести рабочих дней. Вот такая сложная оказалась программа, чтобы написать в изголовье орнамент. Для того, чтобы выполнить фрезеровку, потребуется дополнительно день-два. Друзья, у меня вопрос к моим подписчикам, к моим зрителям, к тем, кто владеет станок ЧПУ. Напишите, пожалуйста, сколько времени потребуется, чтобы написать управляющую программу. И второй вопрос, друзья, сколько стоит такая работа, чтобы ее изготовить на станке ЧПУ? Друзья, сегодняшняя работа, я думаю, понравится начинающим мастерам. Очень много фрезерных работ, интересных фрезерных работ, криволинейная форма. Так что, друзья, оценивайте мою работу, пишите, комментируйте. А я традиционно говорю, всем доброго, до новых встреч, с уважением. Владимир Иванович.